Привет! Вы на канале Финн, меня зовут Ференс. Сегодня записываю видео о скейт-движухе в Калининграде. Полностью покажу вам, расскажу все споты. И начнем мы с самого популярного спота, так скажем. Он находится возле скейт-парка, вот здесь скейт-парк. Прямо возле скейт-парка большой фонтан. Я сейчас проедусь, вам его быстро покажу. Вот здесь находятся вот такие граньки, по которым можно поскользить. Раньше они были, ребята говорят, вообще суперские. Но сейчас образовалось много стыков, и на них уже не так классно скользить. Так что почти здесь сейчас ребята не зависают. Едем дальше. И здесь вот такая вот красивая набережная. Здесь можно просто покататься, можно попрыгать через вот такие вот скамейки. Они чуть ниже колена. И думаю, просто супер спот. Ну, наверное, вы убедились, что здесь есть где покататься. Очень много скамейок, через которые можно весело попрыгать. И что скажу, я даже скользил по ним когда-то. Ну, можно и просто позависать. Всегда здесь какая-нибудь скейт-движуха. Продолжаю свою экскурсию по скоту. Едем дальше. Видим вот такой вот бордюр, на который можно просто запрыгивать и делать мену. Чем мы и занимаемся. Сегодня мы решили покататься здесь. Это бывает редко, но катаемся. Я не снял. Вот такой вот спот, вот такие дела тут творим. Пацаны, трюки тут. Реально мужские ебаши. А грайнбокс это со скейт-парка. Благо, что близко здесь. Можно спокойно принести. И то перилы вот так вот выносим, то грайнбоксы. Кайф! Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Надо будет что-нибудь хотя бы. Красава. Сегодня я покажу вам скейт-парк на верхнем озере. Как его найти? Очень просто. Просто в карте пишите. Калининград скейт-парк. И находите. Если нет, то находится по улице Пролетарской. Возле набережной. Вокруг верхнего озера. Калининград скейт-парк. В скейт-парке на верхнем озере вот такие вот имеются 6 ступеней. Единственный их минус то, что приходится с них прыгать вбок. Потому что стоит стена и мешает. Маленькое пространство от ступеней до стены. Также в скейт-парке имеется очень большой и ровный стол. На нем можно поделать трюки в флэт. Очень легко докручивать трюки, потому что довольно-таки ровно. И очень приятно падать. Потому что это не бетон и не асфальт, а деревянный флэт. Едем дальше. И видим прекрасный волрайд. Можно съехать либо со стола, либо заехать на стол. Либо просто прокатиться по этому волрайду вдоль. На столе также имеется очень удобное перило. Высота ее чуть выше колена. Так что на нее с вылета очень удобно запрыгивать и делать разные трюки. И также можно делать трюки вниз по этой периле. Едем дальше и видим прекрасный мануалбокс. Единственный его недостаток то, что не хватает куска уголка. Приходится во время скольжения сходить раньше, чем хотелось бы. Возле мануалбокса находится рампа. Есть побольше и поменьше. Едем дальше и видим обычную маленькую низенькую перилку. Едем дальше и видим квотер. Во-первых, квотер этот высокий. А во-вторых, он расположен уголком. За счет того, что квотер расположен уголком, можно очень легко набрать большую скорость. Дальше у нас идет книжка. С перилой и волрайдом. То есть ты можешь зайти на перилу и съехать волрайдом. Ну и также идут стандартные граньки. Едем дальше и видим фанбокс, на котором множество разных граней разной высоты. То есть по этим граням может скользить от новичка до профессионала. Ну и естественно, как любой фанбокс, можно делать трюки в уголок. Также в скейт-парке есть очень высокая и большая разгонка, с которой можно съехать и набрать достаточную скорость, чтобы вылететь в такой вот радиус. Ну и напоследок вам разгонка и радиус. Продолжение следует... Еще один из самых популярных спотов в Калининграде – это центральная площадь или площадь Победы. На этом споте плитка, но плитка довольно-таки неплохая и можно с удовольствием покататься. Также присутствует много различных граней и скамеек. Скамейки причем мраморные, так что по ним можно поскользить. Надеюсь, видео такого формата вам понравилось. Если это так, то я это увижу по вашим лайкам и комментариям. Также обязательно подписывайся на канал. Твоя подписка мотивирует меня снимать все больше и больше крутых видео. Пока! Надеюсь про лайк ты не забыл. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok